Вести дежурная часть готова подвести итоги недели. В студии Андрей Шустав. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Сразу два человека были задержаны в Налинском районе по подозрению в получении взяток. Оба являлись главами сельских поселений. В Налинском районе по подозрению в получении взяток задержаны два человека. Оба являлись главами сельских поселений и требовали так называемые откаты от местных предпринимателей за свое содействие. Как было установлено сотрудниками полиции, глава Шварихинского сельского поселения Налинского района за помощь в заключении муниципального контракта на выполнение работ по обустройству детской площадки потребовалось индивидуального предпринимателя 40 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения. Часть денег глава поселения получил ранее. 25 июня при получении оставшихся 10 тысяч рублей он был задержан сотрудниками полиции. Его коллега, глава лудянского сельского поселения, за незаконное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей и ноутбук обещал индивидуальному предпринимателю победу в конкурсе на строительство моста через речку Сардан в селе Лудяном. 30 июня глава лудянского поселения был задержан с поличными сотрудниками полиции при передаче ему ноутбука и денежных средств в сумме 10 тысяч рублей. Вы кем выбираете? Я глава, но и сразу по данным и в отпуске. Не, вопрос, а что случилось? Вам в ближайшее время, где-то 10-15 минут, вам какие-либо денежные средства, либо материальные ценности передавались? Да. Что именно? Передал 10 тысяч рублей. Где они сейчас находятся? В кармане у меня. В отношении обоих глав сельских поселений Налинского района, Шварихинского и Лудянского возбуждены уголовные дела. У сотрудников полиции есть все основания полагать, что эпизоды с получением взятки не единственные в карьере чиновников. Полицейские задержали жителя города Кирова, подозреваемого в попытке незаконной продажи газового оружия. О том, что готовится такая сделка, в полиции узнали из оперативных источников. С потенциальным продавцом была назначена встреча в вечернее время на улице Маклина. Но торговец оружием не подозревал, что передача денег и товара пройдет под наблюдением сотрудников уголовного розыска. Злоумышленник был задержан. Кировчанин планировал незаконно сбыть газовый револьвер. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет. В Кирове ищут сбытчика фальшивых денежных купер. В последние дни в областном центре отмечен рост сбыта фальшивок достоинством в 5000 рублей. Сотрудники полиции установили места сбыта подделок и изъяли видеозапись, на которой запечатлен один из предполагаемых преступников. 28 июня около 7 часов вечера неустановленный мужчина рассчитался фальшивой купюрой в магазине на улице Ленина, 18 Нововятского района. Данная купюра отличалась от настоящих более ярким цветом, а также различием серии. Так, на лицевой части серии МБ-31024-19, на обратной БМ-31024-19. Полиция обращается ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о данном молодом человеке, с просьбой позвонить по телефону 45-34-45 или телефон 02. Гарантироваться конфиденциальность. Прокуратура Октябрьского района провела проверку в пяти автошколах и выявила 18 нарушений закона, из-за которых страдало качество обучения. Так, на подготовку водителей днем не хватало часов, и вождение переносилось на ночное время. Персональные данные учеников, такие как номера телефонов и домашние адреса, были внесены в базы данных без согласия учащихся. Особенно отличилась одна автошкола, где при заключении договора прописывалось, что в случае ДТП ученик в стопроцентном размере возмещает ущерб, который не подлежал выплате по ОСАГО. Такое требование противоречит закону, поскольку при обучении в автошколе водителем считается инструктор, даже если за рулем сидит ученик. По итогам проверок к ответственности привлечены 9 человек. 3 июля сотрудники ГИБДД отметили профессиональный праздник. Ежедневно на патрулирование улиц Кирова выходят десятки нарядов ДПС. За работой одного из них понаблюдали наши корреспонденты. Должностные инструкции предписывают Данилу Селенину организовать и проверять несение службы нарядами ДПС. Поэтому каждый день, несколько часов, замкомандир возвода проводит за рулем. Это утро не стало исключением. Первая остановка на перекрестке Воровского и Октябрьского проспекта. Та ли старший лейтенант за время несения службы происшествий не случилось. Старший наряд лейтенал полиции Карапуна. Одно время молодой человек вот так же сам докладывал старшим по званию. В ГИБДД пришел после армии, стал инспектором и несколько лет выходил в рейды. Воспоминаний сохранилось достаточно. Из наиболее ярких – погони за угонщиками, из наиболее поучительных – понимание того, как должен вести себя сотрудник ДПС. Здесь нужно тонко чувствовать и водителя, нарушившего правила дорожного движения, правильно объяснить, разъяснить суть правонарушения. Ну и самое главное – не вступать в конфликтные ситуации. Пройденная школа помогла и в Советске, где Селенин возглавлял межмуниципальный отдел. Но новое назначение вернуло в Киров, в который он теперь привычно приезжает по маршруту патрулирования, проходящему по городским очагам аварийности. Московское производственное, Щерцкое производственное, Воровское производственное, то есть наиболее большие, где чаще всего происходят ДТП. В служебной машине сигнал сирены старший лейтенант включает в экстренных случаях. Несмотря на должность, он по-прежнему в строю и вместе с коллегами выезжает в рейды. Без остановки нарушителей ни один из них не обходится. Вот этого юношу Селенин остановил за непристегнутый ремень и негорящие габариты. И таких примеров невнимательности водителей он может привести массу. Но в рабочие будни часто случаются и ситуации посерьезнее. Выходя на службу, максимально пытаюсь оказать содействие водителям, попавшим в ту или иную беду. Так скажем, в нашей службе каждая минута дорога, при ДТП с пострадавшими медлить ни в коем случае нельзя. О сделанном когда-то профессиональном выборе Данил Селенин ничуть не жалеет. А работа в ГИБДД любимая и ответственная. И в которой, по его словам, еще много чего предстоит сделать, чтобы городские улицы стали безопасными как для водителей, так и для пешеходов. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на телеканалах России.